здравствуйте дорогие друзья здравствуйте другие подруги ну подруги тоже здравствуйте девчонки тоже бреются нормально короче ребята вот каждый раз когда у меня получается вас чем-то удивитель порадовать я стараюсь это сделать надеюсь это получится и сегодня в прошлом видео по моему кто-то из вас вышел и сказал Вадим а ты что там блин про шаветку то забыл а что опять кто сдал продали нет не раскусили не раскусили вы меня до конца и надеюсь что я сегодня смогу вас удивить а все благодаря александру царство ему небесное так что вы идите на крупный план а я начну подготовку а вы пока будете там подробно разглядывать чем же я вас сегодня буду радовать и удивлять все давайте хлопцы а я тут несколько месяцев назад у нас было видео с этим станком хавк от компании розорак который нам любезно предоставил валерий багли жизнь сложилась так что он его мне подарил подарил как и вот эти две пачки лезвий они шли вместе с этим станком физер с профессионал и фитер профессионал супер кроме этих лезвий я знаю еще два вида это light и защищенный они там ковар чем-то там почему я говорю об этом потому что сегодня на обзоре будет ребята вот такая штука благодаря александру царство ему небесное я смогу вам показать сегодня физер профессионал артист club dx посмотрите он приходит в разных коробках у нас с вами вот такая фирма физер существует фаза существует 32 года прошлого столетия скоро уже будет сто лет как и вот эта серия бритв артист club шаветок считается очень 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 удачной одной из наиболее удачных вот это вот державка сама вот это вот станина вся у них делается из нержавеющей стали в данном случае это саз 316 я слышал еще за саз 317 ручка это деревянная как у нас на канале принято говорить стабилизированная древесина фанера еще ребята ее называют вот здесь вот та же самая фанера что она по мазке только вот маленечко по-другому сделано обратите внимание еще я знаю за полностью металлическую и за прорезиненную но вот у нас вот такая че сказать него такая то больше нравится прям вообще на душевная ну может быть из-за того что я сохну по фанере может быть еще из-за чего-то но вот это все-таки дерево но мне ближе к телу в душе а вот это ребята это конечно произведение искусства тут полностью повторяется опаска за одним исключением здесь работают вот эти самые лезвия я разобрал когда вот эту бритву хотя необходимости в этом не было но тем не менее я разобрал посмотрите вот она это лезвие после того как я вытаскивал лезвие из пачек и сравнивал профессионал и супер профессионал они разные по длине вот обратите внимание вот это вот профессионал будет вот видите они по ширине совпадают а если посмотрим на супер профессионал он чутка пошире из этого я сделал заключение что здесь на лезвие стояла именно профессионал для того чтобы вставить лезвие посмотрите кстати на замковый механизм как он делал с этой стороны как с этой давайте он сделаю покрупнее с одной стороны кажется заморочена а на самом деле все легко и просто вот эти вот штифты которые здесь есть ведь они вставляются вот в эти вот отверстия которые здесь вот это эта пружинка здесь не случайно смотрите как как это работает по хорошему то после того как вставили я как умная маша вначале вставлял лезвие а потом вот так задвигал а на самом деле все гораздо проще так кстати здесь вот обратили внимание по всей длине нет никаких фиксаторов а здесь вот на леди есть выемка и она это вначале надеялся нет его нет поэтому здесь работает все легко и просто вот таким макаром просто берем здесь вот нажимаем видите зазор есть нажимаем и лезвие спокойненько сюда входит а потом я его вставляю до конца и все бритва готова к работе посмотрите как обработана блин парни реально зависают этой бритвы от него просто балдею качество изготовления так ну все хватит уже слюни пускать я могу долго и в руках вот так крутить ширина рабочей части здесь получается 55 с хвостиком сколько-то мне не видно пять с половиной по моему сантиметров длина всей ласточки выходит аж под почти 15 сантиметров длина самой ручки почти 13 сантиметров вес этой красоты вместе с лезвием которые мы с вами ставили 56 грамм вот такая вот лялечка которая смогу вам показать благодаря александру но мы вам ребята у нас сегодня будут выступать clubman пенал шейф соуп увлажняющие мыло она приходит вот такой вот коробочки здесь все по-русски так как опасная бритва рф которая нам предоставила это мыло официальный дистрибьютор поэтому здесь официальным все переводом банка пластмассовая достаточно небольшая вес 59 грамм мыло ну как я не знаю мыло не мыло крем не крем но мягкая продавить могу запах легкий легкий но такой приятно свежий травянистая фруктовый какой-то вот такой хороший запах приятный посмотрим как он будет в работе а помазок ребята сегодня ну к такой бритве должен быть и помазок такой сегодня биг блосик мой выйдет на работу хватит ему уже халяви там на полке сидеть кто забыл напомню это самый 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 супер пупер барсук который есть у меня в коллекции я имею ввиду как по стоимости так и по качеству ворса диаметр узла 26 миллиметров высота узла пилла 55 высота ручки 45 все вместе у нас получается 55 45 до 10 сантиметров правильно вы посчитали но я вместе с вами вот такой лучший мак посмотрим как он сегодня покажет себя на этом мыли по фташе вам ребята у нас напряг напряг их нет катастрофически не хватает поэтому в эту свободную образовавшуюся нишу сегодня пойдет шипр парни королевский который любезно подогнал андрей карасев вдруг товарищ канала да и мой тоже производство новая заря brocard 1864 год официальная версия с обратной стороны посмотрите вот так вот наклеечка идет это не на стекле это вот такая вот пленочка здесь есть крышка простая пластмассовая несмотря на то что сам шипр королевский отверстие стандартная для нашего шипра другого никогда не видел крышки другие видео вот это мне непривычно отверстия всегда были такие да и флакончик тоже стандартный поставляется он вот такой короёбочки состав все ребят пошли бриться а нет стоп стоп еще не пошли пока на крупном плане я бы вам хотел сказать вот за этот шампунь от компании lock stock barrel английская компания ребята любезно предоставил опасная бритва рф ребята по шампуню не скажу что у меня волосы как-то стали более мягкие более шелковистый моет он нормально не хуже может быть и не лучше чем от все остальные но запах этого шампуня меня покорил видно что не наш видно что буржуинский и он приятный такой прям хороший запах но по мытью ну шампуня шампунь чем моет со своей задачей он справляется хорошая штука понравился упаковка кстати тоже такой в дорогу брать одно удовольствие здесь вот вверху эта штука отламывается такого мне на два раза более чем хватало вот теперь пошли бриться от александра есть еще один оксана подогнала на обзор горит на пожалуйста покажи есть еще один подгон это помазок jordan and morris and jordan судя по названию английский он еще него ждал очень-очень ждал но не успел им побриться еще ни разу не брился я вам его покажу но пока его в работу пускать не буду потому что его нужно подготовить я уже два раза им замес сделал еще пару-тройку раз замес сделаю пускай он просохнет устаканится а потом когда он весь из себя такой знаете мужичок уже будет уже готовый к работе вот мы с вами на него и посмотрим а пока же пикблосик и вот что готовить он у нас уже готовый так давайте сейчас начали нанесем пришлиф запах ребята барбар шаповский не такой найти прям такой режущий нет а спокойный спокойный барбар шаповский я думаю что если вы его достаточно хорошо будете использовать в смысле там пены не будете жалеть то все то после того как вы побреетесь в ванной комнате то запах останется интеллигентский такой знаете ненавязчивый ну вот водички налил маленечко повозюкали а мыло таким мутненьким стало молочко вижу я так шибко то на эти пены чувствую там что-то перекатывается но я думаю для того чтобы это поработало будет этого достаточно думал сегодня чашу взять даже подготовил помыл ее а потом подумал что ночью бигблосик у всего 10 сантиметров ночью в чашу то лезть ну потом чем большим залезем зато его сегодня по-королевски фарфоровый замочил он уже пришел себя не знаю откуда это маленькая то ли любимая чё-то где-то вот откуда-то она взялась что знаете замачивать помазок почему-то оказалось более чем нормально хорошо так убираем всю влагу нафиг и загружаем нашу красоту банка удобная ну по идее это половинная доза больших банок там 120 грамм здесь получать 60 вот такая вот малюсенькая почему-то мне кажется что вот такие банки должны быть наиболее ходовыми потому что не знаю как вас меня раньше да и сейчас тоже такое не но часто откуда но раньше когда сидел допустим было у тебя два-три мыло ты все ждешь ну когда же они зараза закончится особенно если их 23 это это пару лет ребят это пару лет пока вы смылить и а маленькая ну она быстрее смылится так что я думаю что вот такой-то размерчик там поинтереснее будет в конце концов нам же всем интересно вот этим поблился поблился понял разобрался полюбил не полюбил запах автономы хочется попробовать но большая банка когда она кончится долго ли коротко ли что-то мы с вами уже тут намесили уже загрузили не знаю насколько хватит но по структуре пены что-то тут такое интересно это образовывается запах шли конца так знаете усилился приятненький приятный такой интересный запах давайте сразу на лицо пойдем посмотрим что нам тут он да ну так и нормальное начало убить блосса конечно нет того шарика который ведь умели которые есть мужского материка но у него другая своя харизма есть не он не забывает ее показывать он стержневой всеобъемлющий то есть стержень посередине все-таки есть за счет того что он все-таки лампочка он иногда на преломление выходит но он не мешает он именно работает он не становится вот так вот наличь колоколом как вот эпсилон а он такой он обозначает себя и показывает что я работаю вот что ты до меня докопался и да я стержен и работаю и он так облицов найти так тык 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 а все вокруг вот этого цвета делает короля он стержень посередине а свита так по бокам подсирает даете здесь помажу эти здесь помажу вот что-то вот такой а вот шарика нет ну где шарик блин я пиво на цепочку так повесил и ходил бы снимать классный не приходил бы но любил бы его больше парни я не на чё там будет со скольжением но пока то нарядно дай-ка я тебе прочищу говорильный агрегат по-хорошему по-хорошему надо бы водички добавить так а что я делаю я даже салфетку я так на эту битузом на засмотрелся даже морду лица себе не отпарил ну и чё теперь смывать что-ли то ну нафиг так не отпаренные пойду а эксперимент нечистый получится тогда чего да ничего не получится нормально будет как говорят по франции не сыкин забита я думаю что все будет хорошо так ну ну прохват я вам рассказывать не буду вы сами все знаете вы у меня матерые то есть или так или вот так то есть ну кто как хочет то так и хохочет я пробовал по всяку у меня почему тот когда один палец вот здесь впереди а два сзади мне так удобней смочим лезвие ну и с богом что ли не заревешь меня так стоп 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 я же вам обещал еще удивлять я буду удивлять как тут опасная бритвая рф то смотрите сработала на и перед на опережение так что у меня сейчас будет полный будет запас и не только это знаете кто за дверью стоит покажу ну а чего вы хотели а вдруг порежу так на всякий случай я выставил всех и сенситив и остановку короче там и мощный и слабенький давайте омолодим чтоб не было сильно густо чтоб там ничего не залипало не ну биг блосик да ля 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 ну с богом там видно я думаю что не так ребята кто-то из вас теми говорил что когда заходил мужской материк и нюхал помазок там каким-то кирогазом несло и там его это отодвинуло от покупки вы еще физер не нюхали японская тафанера это вами наша русская в обе кирога были ну так найдет акух тема кирога для нас там Субтитры сделал DimaTorzok Ну на радиусах, да, на радиусах, знаете, рука так предательски, а волос же он, сука, не хочет резаться, он упирается, а на радиусе тебе его нужно срезать, и ты там как-то что-то выкручиваешься, а на радиусе-то на плашмя не положишь, вот тут да, ну привыкать надо, привыкать. Так, у меня же нормальный камешек есть, я сейчас так вот возьму пальчики, намажу так, оба. Нормально. Знаете, какая-то фигня странная, когда левой рукой учусь, вот смотрю в зеркало, у меня раскордаж сразу полный, а если в зеркало не смотрю, так и нормально. Только у меня такой, или у всех так? Что-то тут вазюкался весь. Взял. 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 Продолжение следует... Чуть-чуть, маленько. Все-таки мыло густое и на лезвие залипает. Есть такое дело. Знаете, несмотря на то, что отсутствие отпарки салфеткой, наверное, вот тот децл, который мыло нанес, он все-таки что-то дает, потому что лезвие-то идет достаточно так неплохо. Корфу маленький. И для первого раза, вот там, где уверенно рука прошла, ну, снял-то побольше, чем Т-шкой бы снял. Это всяко-равно. Мыло осталось. Полностью все не снес. Посмотрим, что дальше будет. Как же он раскоряку любит. И он так фигачить сразу начинает прям. И пухи бы, что шарика нет. Он такой... Вот нахрапом массы берет. Массы и так бум-бум-бум-бум-бум. Чувствую, ребята, вот как мыло нанес. Легкое-легкое такое пощипывание. Интересно, с чем это связано. Эпидермис снес, и что, и в мыле есть что-то такое, что оно вот так вот. Интересно. Так. Так. Ребята, тут ситуация такова, что несмотря на то, что вот это вот лезвие сделано максимально приближенно к опаске, если вы вплошмя будете ложить, ну, знаете, вот эту вот байку, что опаской нужно бриться, там на обушок ложишь и так и пошел. Здесь этот номер не пролезет, здесь все-таки, несмотря на то, что она очень сильно похожа на клин, залипание будет моментально, то есть надо приподнимать ее, чтобы все равно просвет был, иначе залипнет нафиг, ну, залипает, ну, если плашмяло уж. Что-то вообще все сухое. Субтитры сделал DimaTorzok Залипает, бля, мыло густится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я еще не нашел своего. ДимаTorzok Так, а как тут с тобой это быть? Без мыло это легко и просто, а с мылом иди попробуй там пробей. По сухой коже водишь, и все нормально, и все красиво, и весь круто, и как только вот переходишь, упс! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, прям интересно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, я думаю, бритье закончено Какие-то выводы уже сделал Это уже в заключительном условии А сейчас, наверное, вы еще спрашивали про полоскание помазка Вот, наверное, как раз сейчас повод будет и показать Блин, я сам-то весь из себя красавец такой в пене Дурдом Так, ладно, сейчас разберемся Итак, полоскание помазка Как его полоскать, ребята, я не знаю, как правильно Я вам могу показать, как я это делаю А как правильно, ну, может есть какая-то большая книга, где написано такими буквами Правильно полоскать помазок, ну, тын-тын-тын Фиг его знает Я вам покажу, как я это делаю Сразу же его можно сполоснуть Сразу же его можно сполоснуть Если у вас нет такого объема Да и нафиг не надо Я его на руку вот так ставлю И спокойно промываю Лучше, конечно, теплой водой Если теплой воды нет Ну, холодной тоже нормально, тоже хорошо Об руку вот так вот сидячу Смысл в следующем После того, когда я его Помыл, как я считаю Я отжимаю И здесь я бы не стал трясти Потому что тут везде стекло и брызги полетят Я зашторку в ванну И несколько раз его стряхиваю Вот смотрите, что будет Вот видите, я его стряхнул Так, чтобы вы видели хорошо После этого я делаю следующее Беру сухое полотенце И вот так его вытираю Контрольный выстрел Смотрю на помазок Если он равномерный и пушистый Нигде вот здесь вот Посерединке, знаете, вот таких залипонов нет Иначе его промыл хорошо Если появляются какие-то такие вот сосульки Извиняюсь, хлопцы, я не один в этом пятиэтажном доме живу Тут люди иногда воду тоже спускают Я вам скажу больше Они даже иногда и таз дергают Вообще никакого понимания у людей нет Так вот Если сосульки вот такие Я думал, тут блин, что-то там с ворсом Выж меня и поправили То есть пацанов в теме вышел и говорит Вадим, если у тебя вот здесь вот сосульки Это с синтетикой было Если сосульки, промой еще раз У меня такая байда была Говорит, я еще раз промыл О, сразу Так что вот, ребят Если сосульки нет, вы хорошо промыли Если сосульки есть, промойте еще раз И сделайте стряхните И еще раз точно так же от полотенца После того, как вы это сделали Спокойненько вешайте его вниз головой И нехай оно сохнет Не меньше, чем сутки двое Почему рекомендуют иметь два-три помазка Чтобы каждый из них мог просохнуть И каждый из них мог прийти в норму Все Блин, сейчас вот из-за того, что компресс не сделал Сейчас не знаю, на что решить То ли на компресс То ли на руки свои кривые То ли на мыло густое То ли не пойми на что Так, пока это в голове все устаканивается Давайте сейчас с вами по автошейбу пробежим Посмотрим Остался ли порох в пороховницах и ягодах в ягодицах у шипра Или он уже прокис Или это уже не тот шипр Так, сейчас я мыло тоже все поубираю Так, а прежде чем мы с вами пойдем с шипром Давайте-ка, наверное, вот этот стронг испытаем Что-то у меня тут Ух ты, ё, щипет А я не помню, чтобы квасец так щипал Не, ну что Не, таки он тоже кислый Но тот, который арабский, китайский, индийский Он более кислый Подсластитель, что ли, подсунгли Не, ну он кислый, но не такой кислый, как тот А что мазать-то все, тут больше ничего и нету Ну все, хватит, нормально Так Здравствует Шипра душистая Ща как побрызгаюсь, а любимая меня еще больше любить будет Ага, щас Она шипер вообще Она его, это Торперским-сторперским называет Иванов, чем ты там набрызгался? Уйди, уйди, уйди от меня Я говорю Иванов, ты ничего не понимаешь Ну, сами бывают Были наверняка в такой ситуации Женщины не всегда догоняют То, что нам, мужикам нравится Ну, как бы там ни было Я понимаю, я отдаю отчет, что это одеколон Ребят, ну наши же отцы так и делали, чё А мы чё, слабо что-бы? Эх, твою гибенью Ой, как хорошо Блин Думал, с конца брызнет, обрызнулась Извиняюсь Ну, продрало по-взрослому, ребят Хорошо-то как, а Ух Парни, я вам так скажу Шипар, особенно королевский Forever Это вещь Это вещь в квадрате Это вещь в кубе Это вещь в геометрии В прогрессии Там бесконечности И пускай все девчонки хором кричат Что это старперское Что это там па-па-пам-па-пам-па-пам Да, для них возможно Но для меня точно нет У меня батя этим одеколоном брызгался Ну, я в армии им тоже побрызгивался Ну, хотя бы там еще и гвоздика какая-то еще была Всякая фигня Не, ну шипар это все равно шипар Тем более королевский Понимаю, что это на первый 47-11 Но 47-11 даже мимо не проходило Возможно, он был первопричиной Чтобы вот это все родилось Но наши уже совершенно в другую сторону ушли И те запахи, которые здесь есть Ну, 47-11 Нет, нет Это как бы не то Самые главные инструменты Я с этим помазком забыл помыть Все Теперь сохни, мой дорогой А все Никакой липкости Все нормально Все хорошо За шипар я не знаю, ребят Есть ли смысл какой-то разговаривать Потому что шипар это шипар Запах 5 Стойкость 5 Как он работает по лицу 5 Драчовость Прям всем Прям вообще не по-детски Ну, я понимаю, что запах на любителя Но почему-то большинству мужчин он нравится Возможно, из-за той брутальности, которую он несет Возможно, какая-то там нотка ностальжи есть Это то, что вот еще из 60-70-х вышло И пришло к нам вместе с нашими дедами и отцами Я не знаю почему Но шипар, он всегда на слуху И, кстати, не всем женщинам он не нравится Есть женщины, которым он очень-очень даже заходит Поверен, ребят Шипар это да Шипар вещь Ну и вот, посмотрите Дезинфекция полная Я не знаю, ну, немецким солдатам в 47-11 на поле боя давали Я не знаю, нашим-то давали или нет Но шипар все-таки штука хорошая Так, а теперь серьезно Мыло Клабман Паунд Ребята, из-за того, что сегодня в бритье акцент был смещен несколько в другую сторону Потому что пользовался не совсем обычным для себя инструментом И как бы внимание-то уходило все туда Не совсем разобрался Вернее, как Могу сказать, что не до конца разобрался с этим мылом У меня к нему на сегодняшний день нет совершенно претензий Вообще никаких Потому что пену он достаточно экономично и быстро мне показал Структура этой пены была такова, что оставалось только радоваться Потому что это были густые сливки и смотрелись красиво Добавьте к этому, что он со своей работой-то справлялся Насчет скольжения сказать не трудно Потому что сегодня была шаветка И я не совсем иногда понимал, как, где, куда, что, как Как, каким боком там куда, что вывернуть Залипание шаветки было, да, было Но не по вине мыла А может быть наоборот, ввиду того, что у нас слишком хорошее Тут сейчас вот не могу сказать Но первый раз, когда мы сразу прошли шаветкой Мыло на лице оставалось столько, что если бы у меня была тэшка Я бы тэшкой спокойно прошел и не чирикал бы И все было бы нормально, и все было бы хорошо Поэтому я склонен этому мылу вот прямо сейчас так поставить А дополнительно я бы, пожалуй, еще балл ему вкатал за запах За, знаете, спокойный, уверенный, чистый Вы знаете, он как белая стрела вот так, фух, идет и вот прям Он не сбивает с ног, но он приятный и очень хороший Вот понравилось Упаковка также не может не понравиться Потому что вот такая маленькая приятная баночка Она, знаете, вот лично мне импонирует больше, чем вот эти вот большие тазики Которые иногда к нам попадают Хорошее зачетное мыло однозначно Мне очень-очень понравилось Помазок Старый Бороды не испортит Это проверенный помазок Он уже прошел и Крым, и Рым Сегодня он показал себя с другой стороны Сегодня он показал, что может работать не только с опаской Но и прекрасно генерировать пену, держать ее в себе Хотя и раньше за ним это водилось Но сегодня он как-то особенно трогательно, мне кажется, к этому отнесся Потому что обычно-то он работал в больших объемах А сегодня его запустили в маленькую баночку И даже в маленькой он не растерялся Пошел на раскоряку, собрал все, что мог собрать Быстренько это сагитировал подняться Оно поднялось Он это забрал и отнес ко мне То есть полностью со своей функцией сработал Если раньше, допустим, тот стержень, который был в этом помазке Вот здесь вот посерединке Он несколько меня тяготил То сегодня он показал себя как-то с другой стороны Сегодня он уже не выказал такой, знаете, юношеской прямолинейности Который, знаешь, вот так вот рогом бамсу перся Вот так правильно и все Да ты что, сынку, вот может быть так вот Вот так вот правильно И просто был момент, что мне не хотелось с ним спорить Ну ладно, хорошо, ты считаешь, что так правильно Да и пускай так будет Господи, ну пойду другим поблизи Да и все А сегодня переломный момент настал Сегодня вот эта юношеская прямолинейность поломалась И уже превратилась в мужскую взрослость Мудрость То есть не было вот этого жесткого А он пошел уже вот как-то вот так отрабатывать Возможно, приработался Возможно, я его стал лучше понимать Но сегодня он меня просто приятно удивил Просто приятно удивил Вот сегодня я стал к нему еще лучше относиться Отличная, отличная хорошая штука Ну и шеймак, шеймак порадовал Что за эти карандаши Таки у меня есть вопрос Почему они не такие кислые, как Индия Не знаю, не знаю, ребят Что, соли заживлили или что там, лимонной кислоты Но факт остается фактом, шутка Ребята отлично справляются со своей работой Он раз тыкнул и все Никаких распространений Так, отдайте-ка сейчас Вот мы это дотыкаем до такой степени Чтоб там даже красного не было Так, убрали Опа Ну и посмотрим О, а этот не так щипет А, ну правильно, деликатный Опачки А вот и различия пошло Ну-ка Да не? Показалось Я думал, что стромб щипет больше, чем деликатный Не, нормально Просто он там уже, чем можно было Защипал И оно защипанное уже А что тут второй раз С карандашом он уже щипать-то не будет Хорошие штуки, ребята Хорошие штуки И уж не знаю, насколько сенситив от стронга отличается Но мне кажется, пофигу мороз Надо брать или тот, или тот Если вы знаете, что у вас с кожей проблем Берите сенситив А если вы вообще по барабану взяли стронг Он и кровь остановит Да он работает точно так же Я не думаю, что есть какая-то разница Физер Мать его Японец Спортклаб Надо привыкать Надо привыкать Я сделал Вот мне так кажется Самую первую ошибку я сделал, что не поменял лезвие Я не знаю, какое оно Может быть оно уже было в работе А может быть и не было Вот если бы я вытащил из пачки Я бы точно знал, что это новая канолевая нехожина И там бы уже как-то вариантов, чего не так, было бы поменьше Сейчас вот ко всем тем, что уже есть, еще это добавляется А вдруг лезвие не свежее Заметочку поставил В следующий раз обязательно его поменяю и буду работать на свежем В руке держать удобно Инструмент зачетный Насколько я знаю, стоит-то не 3 копейки Там начинается что-то Фиг знает сколько баксов Ну короче там 5, 7, 10, 15, 20 тысяч Что-то вот такое Порядок цифр примерно такой Мне очень понравился Сам для себя сделал вывод, что Сегодня я с ним не совладал Я не сумел с ним работать Мне нужно к нему привыкать Нужно привыкать специально делать такую пену Чтобы она не давала ему возможность залипнуть К лицу Нужно привыкать держать его в тех или иных ситуациях То есть вот Что за сучья порода, извиняюсь за выражение Вот пена была, не знал как в эту шаветку взять А тут раз сразу махом Вот все-таки зарядка по утрам за зубной щеткой дается Переволновался наверное Не знал за какой конец ее схватить Вот как бриться, как не бриться А тут раз что-то на автомате сразу тыр-тыр И вот легла в руку Ну переволновался наверное ребят Так вот Инструмент однозначно своих денег стоит Насколько он похож на опаску Похож Похож, но Козе понятно, что это не опаска Потому что опаска все-таки Ну вообще-то с такой длиной клином опаску я не видел Ну разве что комиссория японская А нормальную это опаску европейскую, американскую, английскую Вы такую не найдете Это будет всякое жалото побольше Потом Среди опасок, ну это клин Клином я никогда в жизни не брился Да и навряд ли стал бы Потому что там мне кажется какая-то особая техника И там нужно как-то по-другому Дело даже не в этом Дело в том, что Он лишь чуть-чуть своего мерка приоткрыл Вот этот Лизы Станок Как тебя назвать Обалденная шикарная штука Потому что там где мне удалось пройти нормально Хотя бы два раза, три Дельфинчик то ого-го Да И даже вот эти вот дурацкие места Которые мне вот как правило постоянно мозг выносят И не удается то их всегда хорошо пробрить Местами то я чувствую, что я их зацепил так, что тэшечкой бы я Долго бы старался Да, понятно, что вот здесь вот в некоторых местах я не пробрил Да, понятно, что мне нужно будет как-то нарабатывать Вот не совсем понятно Вот как вот У меня тут волосы, получается, растут отсюда туда С этим станком я могу более-менее комфортно пройти сверху вниз и снизу вверх Это все хорошо Но у меня волосы растут вот так Вот как мне их там вытаскивать Это все мне нужно само для себя устаканить и решить Понятно, что это возможно Просто для меня еще пока не понятно, как это возможно Я посмотрел несколько видео И с шаветками, и этими, и опасками Всем на свете Ну там хлопцы тоже так, знаете, сильно то не заморачивались Он сверху вниз и снизу вверх прошел И все, говорит, вот он я чистый Так-то и я могу Вот он я чистый, ребята, знаете, смотрите на меня Но я-то знаю, что я не чистый, потому что у меня вот здесь вот задиры И все Ни хрена себе А, нет, вот еще есть Вот еще есть То есть это вот такая штука Вот эти все хохоряшки вы на камеру не увидите Я сам для себя знаю И конечно говорю вам Может друг друга обманывают Так вот, ребят, однозначно зачем Однозначно вещь Если сравнить вот этот инструмент с той шаветкой, которая была накануне Мне кажется, это кощунственно Я даже пытаться не буду, потому что ну Та шаветка, она начального уровня, сами понимаете А это как бы уже продвинутый инструмент Это инструмент для взрослых дядек Которые как бы уже имеют определенное понимание А там для мальчишки, который хочет чему-то научиться Вот ему дали, на тебе вот ковыряйся И он там что-то ковыряется А здесь уже наработает, тут уже не ковыряешься Поэтому вот для меня вот это вот Обалденная штука однозначно Еще одно приятное удивление Которое вот сегодня Я уже говорил об этом Но сейчас хочу сделать акцент Так и вот, ребята, я вам сейчас полностью Отвечая за свои слова Для вас полной ответственностью могу заявить Что наша российская фанера На помазке за сколько тут За 4 косаря, да Пахнет гораздо лучше, чем на бритве за 10 косарей То есть наша фанера лучше Эта более вонючая Но, тем не менее, это не это самое Не остановит меня от похвальбы этому станку Потому что на самом-то деле лезвие зачетное Вообще обалденное, вообще хорошее Но то, что они фанеру делать не умеют А тут это с самого начала было ясно Они же сталь, сталь, да Сталь, понятно А фанера-то откуда? Да, у них есть хорошие деревянные мастера Ну это комоды там, то и все Но фанеру они делать все равно не умеют Наши лучше Вот, хлопцы, на этой, наверное, радужной ноте Что наши фанеру делают лучше Пора уже попрощаться Надеюсь, вас удалось сегодня Маленечко удивить Порадовать, развеселить Добра, счастья, радости Берегите себя Берегите своих близких Дай вам Бог здоровья Ну а я буду изыскивать возможность Заиметь на канал вот такую вот штуку Потому что стоящее Стоящее Добра, счастья, радости До новых встреч С вами был я, Вадим Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok